Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Детские площадки вместо гаражей. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела дворы Октябрьского района, которые летом приведут в порядок. Уйдут с рынка. Черный список управляющих компаний Самары пополнился. Ускорить восстановление после инсульта. Самарские врачи покажут действия тренажера ранней вертикализации. Документ для вступления во взрослую жизнь. Юным самарцам вручают первые паспорта. Младенческий возраст короля музыкальных инструментов. Самарскому органу 19 лет. Спилить аварийные деревья, убрать гаражи и установить новые детские площадки. Глава Самары Елена Лапушкина побывала во дворах Октябрьского района, которые должны благоустроить летом. Когда местные жители увидят изменения, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Двор дома на Новосадовой 285 начнет меняться уже этой весной. Здесь делают новые пешеходные дорожки, мягкое покрытие на детской площадке, теннисный стол, поставят урны, скамейки и спилят аварийные деревья. Изменения коснутся и жителей дома на гаражной 13-я. Неравнодушные самарцы проголосовали за благоустройство двора по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Здесь дорожки сделаем вот так вот. Здесь жители попросили парковку. Плюс у нас идет обустройство контейнерной площадки. Вон она стоит. Она как бы, ну, медь, нормально. Вот. А здесь у нас газоны будут. Жители Октябрьского района обратили внимание Елены Лапушкиной на состояние тротуаров на Революционной. Говорят, они нуждаются в реконструкции. Необходимо подлатать асфальт и обновить бордюры. Если возможно, с лавочкой в зоне отдыха. Потому что бабушки все идут с магазинов и с большими сумками. Во дворе дома на Масленниково 14 летом уберут незаконные гаражи и обустроят парковку. Кроме того, здесь должны отремонтировать дорогу. Естественно, у них вот здесь еще тупик, там блоки стоят, но это будем сносить. И полностью асфальтовое покрытие, вот там выход со двора еще на Масленниково полностью делать. И плюс еще контейнерную площадку будем делать. Елена Лапушкина обратила внимание главы Октябрьского района на состояние дворов. Управляющие компании с работой справляются, но замечания все равно есть. 99% внутриквартальных тротуаров у нас убрано. По состоянию, на вчера 87% крови у нас были очищены от наледия. Плюс к тому, по выходам из подъездов у нас процент был порядка 97. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, летом в Самаре приведут в порядок дворы во всех районах города. Специалисты приступят к работе весной. Анатолий Головко, Константин Головин, Максим Гусев. События. Уровень ответственности, прежде всего, перед жителями. Результаты работы управляющих компаний за последние три дня стали основной темой совещания в Департаменте городского хозяйства. Напомним, в минувшую пятницу коммунальным организациям было поручено за выходные справиться с расчисткой своих территорий. А именно, убрать снег, ликвидировать наледь возле выходов из подъездов, на пешеходных дорожках, внутридвороевых проездах, а также привести в порядок кровли. Большая часть коммунальных организаций замечания устранила. По данным городской административно-технической инспекции по благоустройству, которая ведет постоянный мониторинг, на сегодняшний день в очистке нуждаются еще 12% территорий. Несколько управляющих компаний поручение выполнили не в полном объеме или проигнорировали его. Теперь к ним самое пристальное внимание не только со стороны районных административных комиссий и городских властей, но и со стороны ГЖИ и прокуратуры. Надзорные органы еще три дня назад предупредили о персональной ответственности руководителей нерадивых управляющих компаний. Им грозит сначала штраф, минимум 50 тысяч рублей, а если нарекания будут и дальше, управляющие компании могут лишиться лицензии. Ту задачу, которая им ставилась, она не была выполнена. Поэтому сейчас в административной комиссии по тому объезду, который был, сейчас зафиксировали повторно. То, что замечания не устранены, естественно, все материалы уже будут передаваться в ГЖИ. Ну и также материалы направлены в прокуратуру для проведения проверки и также прокурорского воздействия на те управляющие компании, которые так вот халатно подходят к исполнению своих обязанностей. В коммунальных квитанциях самарцев появилась новая строка расходов – комиссия за оплату счета. С этой ситуацией столкнулись многие жители области. Но переживать, что придется переплачивать, не нужно. Оплатить квитанцию можно и без этой комиссии. Как именно, узнал наш корреспондент. В руках представителей Самарского ТОСа Людмилы Вернигоровой квитанция за январские коммунальные платежи. В документах появилась новая графа – комиссия за оплату этих счетов. Людмила Григорьевна говорит, в ТОСе в основном пожилые люди. И это нововведение оказалось для них неожиданностью. Приходит в квитанции одна сумма, оплачивают по чеку, значит, эта сумма в чеке указана, а засчитывается другая сумма. Эти изменения коснулись всех жителей Самарской области. И согласно постановлению правительства России, ресурсоснабжающие компании сейчас не могут включать комиссию, заплатежив тарифы по коммунальным платежам. Поэтому в счетах и появилась отдельная строчка. Но возможность оплатить счета без комиссии остается. Это оплата на сайте или в самой компании-поставщике и в ряде банков и других организаций. Будем рекомендовать ресурсоснабжающим организациям конкретизировать ту информацию о платежах, где можно платить без комиссии, а где комиссия будет сумматься. У нас опубликован в квитанции сайт нашего платежного агента. На сайте платежного агента размещена информация по величине комиссии. Ее можно узнать, забив свой лицевой счет в строку поиска. На сайте нашего платежного агента указана информация по бесплатным каналам без взаимания комиссии. Информация о том, где можно оплатить платежи без комиссии, размещена на сайтах соответствующих компаний. Кроме того, представители общественной палаты порекомендовали поставщикам коммунальных ресурсов публиковать эти данные на квитанциях. Также этот список скоро появится на сайте общественной палаты. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Свободные места в самарских школах есть. Родители могут не беспокоиться. Если в учебном заведении места уже распределены, то будет вторая и третья волна приема заявлений. Уже пятый год подряд документы от родителей принимают через портал государственных услуг. Первая волна зачислений стартовала 20 января. В 17 лицеев и гимназий приняты около тысячи учащихся, а всего в самарские школы свыше 8 тысяч детей. Городской департамент образования рекомендует школам открыть вторую волну 3 марта, 7 апреля или 20 мая, но не позднее 1 июля. На данный момент в самарских школах есть порядка 4 тысяч мест. Ни один ребенок городского округа Самары не останется у нас за дверями школы. И 1 сентября мы ожидаем принять 12 340 воспитанников первых классов. Это пока предварительная цифра, если она же будет увеличиться, мы однозначно. Волноваться родителям не надо, мы к этому готовимся, всех детей ждем. Восстановиться после инсульта сложно, но можно. В этом помогают современные методы и упорный труд. Так в больнице Середавина уже второй год работает тренажер «Ревайвер». Благодаря уникальному аппарату восстановление пациентов проходит в разы быстрее. Мэри Елчан расскажет подробнее. Валентина Сычкова поступила в отделение неврологии 8 дней назад. У нее случился инсульт. Первые дни женщина не могла двигать ни рукой, ни ногой. Сейчас Валентина проходит лечение на уникальном тренажере «Ревайвер» и уже заметно улучшение. Ну, я думаю, если с таким аппаратом все будут ходить, не только я. Я, конечно, постараюсь, чтобы побыстрее побежать к своим внукам. Они очень меня ждут. Ревайвер – устройство, которое не имеет аналогов в мире. Это прорывная разработка ученых Самарского медуниверситета. Очки виртуальной реальности, пневмоманжеты, компрессионная установка и специальная программа погружают пациента в виртуальную среду. За счет синхронного воздействия на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы активизируются различные группы мышц, и тело вспоминает, как нужно двигаться. Одно занятие на таком тренажере длится 10-15 минут. Программу аппарата постоянно совершенствуют. Сейчас в нее добавились новые локации, например, город и водопад. Мы за счет нейроуправления расшедли группу, потому что она стала более обширной. Если раньше мы брали достаточно грубую патологию, когда пациенты действительно не могли ходить, и первые занятия начинали проводиться в условиях палаты, то сейчас мы берем пациентов и с более легкими двигательными нарушениями, и в том числе с другой патологией. За почти два года работы тренажера сотни пациентов после инсульта встали на ноги. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. В Самаре продолжается тенденция поддержки бизнеса. С января этого года в силу вступили изменения в 16-м федеральном законе о транспортной безопасности. Новые правила позволят перевозчикам значительно сэкономить. При этом безопасность в общественном транспорте не пострадает, уверяют эксперты. С изменениями в законе ознакомилась Мария Левина. Заниматься перевозками пассажиров стало выгоднее, признается Юрий Чернов, генеральный директор автобусного парка. Три процедуры, которые обязан пройти каждый перевозчик, категорирование, оценку уязвимости и составление плана безопасности, объединили в один пакет документов – паспорт обеспечения безопасности. Причем оценкой уязвимости раньше занималась сторонняя организация и стоила это немалых денег. Особенно для Юрия Чернова, у которого в автопарке 70 автобусов. Изменения в законе о транспортной безопасности вступили в силу в конце января. Теперь оценку уязвимости может проводить сам перевозчик, что значительно сэкономит его средства. А заниматься этим будет человек, который отвечает за транспортную безопасность. Каждый перевозчик обязан иметь в штатном расписании такую должность. По новым правилам, процедура подготовки водителей стала проще. Сейчас закон предполагает памятки, регламенты, которые можно разрабатывать на самом предприятии. И вот водитель-то должен знать, что действует, когда автобус захватывает. Или как проверить автобус перед выездом в рейс, чтобы там не было какой-то закладки. Для пассажиров в салонах автобусов, метро, трамваев появятся наглядные таблички по транспортной безопасности. По закону, во всех видах общественного транспорта должна присутствовать вот такая памятка безопасности. Как правило, это выдержка из закона, по которой не всегда рядовому гражданину понятно, что к чему. Сейчас же придумали альтернативу, на которой все наглядно видно. Ежедневно на улице Самары выходят более 1300 единиц общественного транспорта. В год они перевозят почти 200 миллионов пассажиров. Безопасность перевозок – одна из самых приоритетных задач. Водители того же автобуса или иных лиц, чтобы они знали ровно то, что им необходимо. Не больше, не меньше, естественно, меньше. И чтобы они не отвлекались от выполнения своих обязанностей. Поэтому для нас это гарантия того, что они нормально и качественно выполняют свою работу. Для пассажира это гарантия того, что он помимо того, что получит комфортную поездку, он получит и безопасную поездку. Если до марта у перевозчика не окажется паспорта обеспечения безопасности транспортного средства, ему грозит штраф. Для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических от 50 до 100 тысяч. Мария Левина, Василий Калдашов. События. День защитника Отечества, который станет самым памятным в жизни. 21-му школьнику Самары вручен главный документ гражданина России. В торжественной обстановке паспорта получили мальчики – будущие защитники, которым исполнилось 14 лет. По поручению полномочного представителя президента в ПФО, эту миссию выполнили главный федеральный инспектор, начальник управления полиции по вопросам миграции, военный комиссар и министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Теперь вы лично несете ответственность за свои поступки и действия, обязанное выполнять все требования российского законодательства. Быв полноправным гражданином своей страны, высокой честь, а личный успех каждого из вас может стать достоянием всей страны. У меня будет паспорт, я могу с этим паспортом, ну то есть у меня будет очень много возможностей из-за него. Какие возможности? Ну, например, я смогу один полететь на самолете. Стала постарше немного, там возможностей больше стало. Мостик между эпохами и между разными народами. В Самаре открылась выставка National Bridge, посвященная традиционным этническим нарядам. На ней побывал наш корреспондент. Екатерина Сапунова – непрофессиональная модель, но найти вместе с фотографом нужную композицию для этого снимка в национальном наряде удалось всего за три кадра. Говорить до этого пробовали и другие этнические костюмы, но поймать нужное настроение удалось только в наряде древних славян. Сейчас эта работа представлена на выставке National Bridge, что в переводе означает «национальный мост». Костюм мне очень понравился. Я сначала думала, зачем ему тут нужен венок, какой-то слишком, может быть, напыщенный образ. Но когда мы сделали первую фотографию, как-то он прям сел на меня. В экспозиции 20 работ. На них модели в этнических и обычных костюмах. Для того, чтобы показать связь между прошлым и настоящим. На коллажах национальностей, чьи представители живут в области. И те этносы, колорит которых оказался близок создателям выставки. Организаторы говорят, выставку готовили на одном дыхании. Я с детства очень люблю культуру и традиции других народов. И поэтому в один прекрасный день я решил показать всю национальную красоту народу, который проживает у нас, в Поволжье. Было времени предостаточно для того, чтобы повзаимодействовать с ребятами, попытаться как-то режиссировать все эмоции, все позы. И в целом, я думаю, все получилось достаточно вариативно. Побывать на выставке можно будет до 27 февраля. Мэри Илчан, Семен Безгинов, Максим Гусев, События. Метят в гроссмейстеры. В Самаре стартовал областной этап соревнований по шахматам для школьников. С организаторами интеллектуального турнира пообщался Анатолий Головко. 18 команд, 72 участника и только один победитель. В Самаре начались соревнования по шахматам среди школьников «Белая ладья». Сильнейшие мастера со всего региона будут бороться за звание лучших на протяжении нескольких дней. Несмотря на свой юный возраст, участники уже выступали на международных турнирах. Самые опытные имеют разряды и являются кандидатами в мастера спорта. У нас очень серьезная шахматная школа, очень хороший тренерский состав, очень умные ребята, которые приходят в спортивные школы именно из образовательных учреждений. Самарские школьники из лицея информационных технологий уже трижды побеждали в финале на всероссийских соревнованиях. Организаторы рассчитывают, что их подопечные не подкачают и в этот раз. Ребятам придется вступить в борьбу не только с соотечественниками, но и дать отпор сильнейшим представителям международных шахматных школ. Сейчас гораздо труднее. Дело в том, что где-то примерно года три назад турнир стал открытым и международным. И допускаются иностранные команды теперь. Теперь там команда Китая, Франция, Англия. Команда-победитель региональных соревнований будет представлять Самарскую область в финале всероссийского турнира «Белая ладья». Спортсмены-интеллектуалы поборются за титул в Дагомысе с 1 по 10 июня. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Лучшие танцевальные пары страны в Самаре. Кубок губернатора по спортивным танцам «Жемчужина по Волжье» разыграли в МТЛ-арене в седьмой раз. В рамках турнира прошли первенство и чемпионат по Волжье. Кто поедет на всероссийские соревнования, расскажет Сергей Кизоркин. Валерий Кузьмичев и Андрей Астафуров вместе всего полгода, но уже вышли на танцевальный паркет на кону Кубок губернатора. Их прежние партнеры не выдержали соревновательного напряжения и ушли из спорта. Валерия и Андрей мечтают о международном уровне. Но сначала предстоит доказать свою состоятельность на чемпионате Приволжского федерального округа. Соревнования проходят параллельно с Кубком губернатора. Приверка произошла очень хорошо. Нашли общий язык. Да, практически сразу. Очень схожие мнения во многом у нас. Конечно, как у всех есть разногласия. Но мы постепенно справляемся с ними и двигаемся вперед, несмотря ни на что. Жемчужно по Волжье разыграли 450 пар из 27 регионов России в седьмой раз. Это самое большое соревнование в Самарской области по танцевальному спорту. Ведущие спортсмены страны выбирают этот турнир не случайно. Привлекает многообразие призов в разных возрастных группах и за разные танцевальные программы. Каждый турнир – это квинтэссенция той работы, которую проводят все годами педагогами вместе с детьми и их родителями. Потому что существует великое три единства – педагога, ребенка и родителей. И если это все подкрепляется в едином таком порыве, то достигаются результаты. Соревнования шли три дня. Судьи сначала оценивали танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл в номинациях «Взрослые молодежь», а также европейская и латиноамериканская программы. В третий день жюри поделило участников на две категории – любителей и профессионалы, где определило своих чемпионов. Сюда съезжаются сильнейшие спортсмены Российской Федерации для того, чтобы показать свои умения и посоревноваться с целью выявления сильнейшего. Как всегда, очень красиво. Красивая музыка, красивые пары, прекрасные костюмы, очень эстетическое зрелище, но очень серьезная конкуренция, строгое содействие. Куба губернатора по танцевальному спорту – турнир демократичный. Побороться за призы приезжают как начинающие спортсмены, так и именитые танцоры – мастера спорта, чемпиона страны. Судьи рассказывают – сами трепещут от восторга, оценивая финал, когда шестерка лучших из лучших буквально парит над паркетом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Всемирно известные народные песни и танцевальные номера от детской студии. В Самаре прошел творческий вечер украинской культуры. Подробности в следующем сюжете. Чедрик – любимая украинская песня Оксаны Минаевой. В мае 2014 года вместе с семьей ей пришлось покинуть Донбасс. В аэропорту рядом с Краматорском, где они жили, зазвучали первые выстрелы. Оксана говорит, Самара встретила их радушно. Внуку помогли пойти в первый класс, дочь перевелась в государственный университет и теперь преподает историю в школе. Оксана тоже педагог, а в свободное время поет в украинском хоре «Промень». Все-таки 20 лет мы там прожили, муж украинец, дети в эту культуру как бы прониклись. И это возможность проявить себя и донести, наверное, эту культуру до самарчан. Сегодня хор выступает в ДК «Победа» на украинском музыкальном вечере. В репертуаре – национальная классика, рождественские калятки и праздничные хоровые песни. Выступил и детский ансамбль «Эклипс». Нам нужно единение, и этим сильна Россия всегда была, есть и она и будет. Потому что мы многоконфессиональная страна, многонациональная, и нам необходимо поддерживать братские тесные узы. Те, кто живет в Самарской губернии, они чувствуют себя частичкой самарского народа. И я думаю, это не мешает им в то же время ощущать свои украинские корни. 22 марта в Самаре в Доме дружбы народов пройдет «Шевченковская весна». Этот вечер посвятят творчеству известного украинского писателя Тараса Шевченко. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Он уже не новорожденный, но пока еще младенец. Орган в Самарской филармонии – ровесник века. Ему исполнилось 19 лет. В честь этого события состоялся концерт «День рождения органа». Звучали мелодии выдающихся композиторов. Причем, как уверяют музыканты, на этих клавишах можно исполнять любые произведения. В том, что для короля инструментов доступны все музыкальные жанры, убедился Олег Зверев. Для короля музыкальных инструментов 19 лет – это младенческий возраст. Старейшие органы Европы служат уже более 500 лет. Сегодня многие из них перестроены на электрические воздухонапорные системы. В Самарской филармонии орган появился в начале третьего тысячелетия и сразу стал фаворитом публики. Тем более, что теперь это инструмент не только Баха и Франка. Ему подвластны любые музыкальные жанры. Вот, послушайте. Вот таким орган тоже может быть. То есть нежным, ласковым? Конечно, конечно. Здесь 52 голоса, представляете? 52 разных голоса. У органа репертуар достаточно широкий. Конечно, в нашем представлении орган ассоциируется действительно с музыкой Баха, с музыкой духовной. Но я бы хотела сказать, что спектр сочинений, которые звучат на органе, у значительно шире. Словно в подтверждение этих слов, концерт открывает музыка Моцарта в исполнении трио. Орган в сопровождении скрипки и альта. Инструмент, в котором кажется, что раскрывается вся вселенная, заменяет целый оркестр. Выходишь играть Моцарта, уже такая знакомая музыка до боли, да, концертные симфонии для скрипки. С оркестром, для скрипки альта с оркестром, но совершенно разные ощущения, что играешь с оркестром и с органом. Немножко даже есть ощущение, что ты больше на показ. В оркестре ты как-то можешь немножко спрятаться, с органом нет. Но с точки зрения тембровой, конечно, совершенно другие окраски. В зрительном зале видна только часть инструмента. На самом деле он занимает три этажа. Орган – это сложнейший организм, в котором были трех тысяч труб разного диаметра. В крупнейших органах мира их может быть в десять раз больше. И вся эта система требует особенно бережного обращения. А настраивать орган нужно перед каждым концертом. Тогда сочетание звуков будет алгебраически верным. В этом убежден альтист-математик Илья Гоффман. Во-первых, я первый раз играю с органом. Поэтому такие вот... Знаете, для меня самое большое открытие, что это камерный инструмент. У нас очень тонкие партитуры, которые мы совместно играем. И вот это для меня главное открытие игры с органом. Каждое произведение зрители встречали овации, словно оказавшись в машине времени. Ведь точно так же люди слушали духовную музыку 500 лет назад. Они сегодня слушают оркестровые, джазовые и эстрадные мелодии. И, возможно, так же красиво самарский орган будет звучать еще через столетия. Олег Зверев, Василий Кладашов. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!